Я думаю, что Народный фронт, как партия, только в каком-то крайнем случае будет принимать участие вместо Единой России, если действительно рейтинг обвалится очень сильно. Но мой прогноз таков. Единой России пойдет на выборы по партийным спискам, а одномандатники, депутаты по одномандатным округам проведет Народный фронт. Таким образом, в следующей думе они могут сформировать большинство за счет вот этой смешанной системы выборов. Это первое. Второе, я не вижу никаких перспектив у Народного фронта, потому что даже Единая Россия, когда она появилась в начале нулевых, там было очень много ярких личностей. Там было очень много депутатов, которые прошли одномандатные округа. В принципе, она была интересной как структура. Народный фронт не показал никакие новые лица, по большому счету. Ну, действительно, каких-то ярких, перспективных молодых лидеров нету. Потому что сама номенклатура уже боится даже ярких людей в своих рядах. Несмотря на то, что даже вот фильтр отсек тех, кто действительно мог бы возглавить Единую Россию, Народный фронт. То есть даже те, кого, в принципе, сложно назвать яркими, но тем не менее молодые на фоне вот этой номенклатуры, с которой уже там перхоть сыпется, да, такие как Бурматов, Сидякин, Железняк, даже они не возглавили и не заняли какие-то руководящие должности в Народном фронте. Почему? Потому что такие даже молодые депутаты могли бы сначала бороться с оппозицией, а потом бы после этого начать бороться уже со старой номенклатурой. Даже их испугались. Поэтому нету ничего в Народном фронте, нет никаких перспектив.